В жопе у вас полезный перещелок наблюдается. Не самое удачное сырье. То ли они и лежалые какие-то, а это вкусные, зараза. Ну это значит, пока первое место, потому что небольшие и вкусные. Здравствуйте, друзья! Привет, пацаны! Типа, канал Завалиедальник, все дела. Меня зовут Василий. Короче, сегодня мы щелкаем семечки. Щелкам семена. Шелупоним, как говорила одна реклама семечек, которых уже, к счастью, нет. Сегодня у нас 6 вариантов семян. Все жареные, но все не соленые. Так как решили, что соленые слишком вкусно. Надо им дать шанс обосраться все-таки. Чем могут отличаться эти семечки друг от друга? Ну, размером самого зерна, обжаркой, количеством всякого говна, которое там помимо семечек лежит в пакете. Ну, давайте познакомимся, кто у нас здесь. Так, моя цена 13 рублей за 100 граммов. Тут все просто. Бабкины. Бабкины, Оля с Русланом сказали, что это их фавориты, что они, скорее всего, победят. Я в этом не уверен, честно говоря. У меня свой фаворит. Но все будет слепую, так что никаких предвзятостей здесь нет. Бабкины стоят 54 рубля за пачку, либо 27 рублей за 100 граммов. Мы пересчитали до 100 граммов. Дальше. Попугай. Та же компания делает, что и бабкины, но эти обжарены воздухом. Без добавления масла. А эти типа с маслом. Жареные по-домашнему. Не знаю, как дома жарят, но, в общем, посмотрим. Это чуть дороже. Это на 29 рублей за те же 100 граммов. Дальше идет скачок цены чуть ли не в два раза. Семечки зум. Зум мытые перед обжаркой. Много белка для работы мышцы мозга. Витамин D. Как будто они туда сами пихали, а не в семечки. Это все доросло. Это, ребят, заслуга подсолнуха, а не ваше. А вот то, что мытое и отборное, да, ладно. Хорошо, поверим, но посмотрим. За полезный перещелк сразу стал... Ну, минус это у***чный слоган, ребята. Полезный перещелк. В жопе у вас полезный перещелк наблюдается. Дальше идем. Кстати, стоили они 52 рубля за 100 граммов, либо 110 рублей за пачку. Дальше от Мартина. Мартин это гусь вот этот. Гусь. Как связан гусь и семечки, я не знаю, но, тем не менее, вот эти люди связывают его как-то в голове у себя. Премиум написано, премиум семечки, отборные, высокое качество. Поглядим, 57 рублей пакетик. Это стоит 100 граммов. И, наконец, мой фаворит. Когда мы с женой, с моей бывшей, увлекались семенами, то мы брали джина. Он был хорош, зараза. Хорош был. Какой пацан, видите, не может наебать? Джин это... Джин. Короче, стоит это 121 рубль, 60 рублей за 100 граммов. Самые дорогие семена сегодня. Сейчас уйду, мне насыпят семечек, и я их поклюю или пощелкаю, или там как, как сейчас принято говорить. Вот, насыпали. Пес тут пришел, что-то бычет на меня. Так же принято говорить, когда я же семечки. Короче, на лиц, ну, вот эти какие-то мелкие, а вот эти какие-то очень темные. В остальном более-менее похожи. Хлама, никакого мусора я не нашел. Кстати, помните же, да, историю, что бабки их греют ноги в семечках, и поэтому их нельзя есть, и поэтому именно, мне кажется, благодаря этой легенде стали популярны именно семена в пакетах. Давайте попробуем. вот эти какие-то средние. Не скажу, что они прям топ. Очень неравномерная какая-то обжарка у них, и какие-то они очень-очень. ладно. Вот эти, наверное, вкуснее, но они совсем маленькие. Они прямо милипиздрические какие-то. Если для вас главный размер, то, наверное, первые убирайте, но мне больше нравятся вторые уж извините. Ну, какие-то сладкие, и обжарка более удачная. Номер 3. Пока не могу понять, но вроде что. Да, они по вкусу примерно как вторые, но крупнее. продал много ломаных вот этих каких-то. Пожалуй, так. Ладно, перейдем к четвертому. У меня свернул Оля кулек, чтобы я не мусорил на стол. Буду мусорить в кулек. Номер 4. Мне кажется, не самое удачное сырье. То ли они и лежалые какие-то, то ли что. Есть их как будто прогорклась даже какая-то. Мне решительно не нравится такая обжарка. Я люблю более жареные. А эти как какие-то сырые как будто. Они у меня больше первых все равно зашли, но давайте вот так. Так, номер 5. Самые большие. Ой, вкусные, зараза. Ну, это значит, пока первое место, потому что небольшие и вкусные. А что еще от семечек нужно? И, наконец, черные семки. номер 6. Нет, выглядит как будто пережаренные. Хотя неплохие. Да, попалась парочка каких-то как будто горелых, но в целом третьего места это вполне достойно. Вот так. Ставим мы. И давайте посмотрим, кто где. Вот распределились места, но, в принципе, особых неожиданностей нет. Давайте пойдем с конца. Последний момент зум-зум. Мне не нравится вот ни зум-зум, ни попугай. Они для меня недостаточно жареные. Видимо, это из-за того, что они обжарены воздухом. Возможно, обжарка воздухом просто не мое, но вот к этим есть еще претензия, что мне показалось, что они из какого-то не очень качественного сырья сделаны, полежавшего, возможно, или что-то в этом роде. Нет. Попугай, в принципе, тоже хрень, но нравится, что сырья чуть покачественнее. Дальше. Моя цена 13 рублей за 100 граммов. И, знаете, неплохо. Они мелкие, правда, капец мелкие. Их неудобно щелкать, но с другой стороны, они вкусные. Если вам не хочется много денег тратить, то почему бы нет? Кстати, чем меньше семечки, тем на дольше их хватит. Учтите это. Дальше. Классика. Бабкины семечки. Обычно классические обжарки. Чуть-чуть, может быть, слегка передержанная, но тем не менее, хорошая. Главная сейчас задача после ролика не остаться сидеть за этим столом дня на 4, доедая эти семечки все. Потому что велика такая вероятность. Дальше идем джин, мой любимый. Действительно, неплох. Но самый крутой оказался Мартин. Они большие, они вкусные, они чистые, тут нет мусора никакого. Но тут нигде нет мусора, но Мартин прям вообще нормец. Кстати, как вы считаете, гопники вообще остались еще на земле? Я вот что-то их 300 лет не видел. Вот семечки обычно гопники, семечки, все вот эти истории, жигуль. Пишите, из какого города есть ли у вас лемпари, может быть, мы сможем найти последнюю популяцию этого редкого исчезающего вида. Ебаные наркотики. Короче, подписывайтесь на канал, лайки ставьте, колокольчик жмякайте, соц. сеточки, все дела, я всех люблю, кроме некоторых. Пока. И комменты оставьте. Субтитры сделал DimaTorzok